Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим об освещении в Москве и о том, какой яркой и красивой становится столица после захода солнца. У нас в студии заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Машная, архитектор Филипп Киценко и Алексей Айба, заместитель начальника технического отдела государственно-унитарного предприятия «Моссвет». — Алексей, Ольга, Филипп, добрый день. Ольга, вы в каком районе Москвы живете? — Я живу в прекрасном районе города Москва, район Фили. Так как у нас, я понимаю, тема освещения, я хочу сказать, что, конечно, вот я уже давно там живу, с 2004 года, мне есть чем сравнить. — Сравните. — Только в положительную сторону. Очень красиво стало, очень ухоженно. — Алексей, правда ли, что столица входит в пятерку самых освещенных городов мира? — В городе Москве насчитывается 778 тысяч светильников наружного освещения. — Так. — За последние 13 лет их количество увеличилось в два раза. — Филипп, вы архитектор совсем недавно работали над своим первым световым объектом. Расскажите о нем. — Мы сделали наш арт-объект на таможенном мосту, который над Яузой проходит. Достаточно такая тихая река в Москве. Сам по себе тут район очень тихий и спокойный, несмотря на то, что с одной и с другой стороны идет, ну, я бы сказал, умеренная активность движения автомобилей. Где-то две полосы в одну сторону, две в другую. Но при всем при этом там сохраняется такая камерная, я бы сказал, атмосфера. И люди, которые ходят через пешеходный мост, они иногда даже замедляют шаг. Но сейчас, когда мы установили инсталляцию, тем более, некоторые там фотографируются с удовольствием. В вечернее время там как раз подсветка играет дополнительную роль, она подчеркивает атмосферу этого места. И вот эта инсталляция была смонтирована в рекордные сроки, буквально в три дня. — В три дня? — Без перекрытия, надо заметить, без перекрытия совершенно пешеходного моста, потому что ближайшие точки перехода достаточно далеко находятся. То есть люди, которые там в повседневности идут на работу по своим делам или просто гуляют, они, если бы вынуждены были обходить, им плюс 20-25 минут — это минимум. — Я хочу добавить, что приятно говорить про освещение. Я очень люблю центр, часто там бываю. И очень люблю ходить вот по таким, знаете, улочкам, которые отходят от главной Вены, улица Тверская, вот эти вот маленькие какие-то. И это так приятно, когда ты можешь в любой сезон, потому что у нас всё-таки много, да, у нас четыре сезона — лето, значит, осень, весна, зима. И зима, конечно, как-то считалась раньше, ну, очень гулябельная. Сейчас это такое удовольствие, освещено, ухожено, красиво. Очень приятно видеть и радоваться за то, что наши, в общем, службы, мэрии занимаются этим серьёзно.